Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня делаем абсолютно честный обзор на СТГ, премиумную среднюю машину на восьмом уровне. Вы можете забрать ее на сегодняшний день, если будете донатить в игру, покупать себе наборы с золотом, дойдете до купона и его сможете обменять на одну из трех машин, ну в том числе и на СТГшечку. Что касается самого СТГ, машина классная, машина не стандартная абсолютно и в чем-то очень приятная, а в чем-то не очень. Что касается приятных вещей, огромный плюс данной машины это альфа 400 единиц, кто-то скажет, что у Химеры больше, но у Химеры время перезарядки больше и силуэт машины совсем другой, поэтому сравнивать их не совсем правильно. Что касается безусловных плюсов и вот прям изюминки по данному орудию, так это время сведения, которое просто божественное, 2,5 секунды и разброс очень комфортный. Отыгрывать данной пушкой на дальних расстояниях сам боженька велел. Что касается урона в минуту, он на уровне Плинтуса. 1880 единиц для восьмого левела, для среднего танка абсолютно не та цифра, которую хотелось бы здесь видеть. Если бы здесь было хотя бы там 200, было бы гораздо приятнее, гораздо интереснее. Время перезарядки почти 13 секунд. И при этом всем, ребят, пробитие всего лишь 180 миллиметров. И того и другого мало, но если вы захотите улучшить себе именно пробитие, то будьте готовы к тому, что ваши характеристики по орудию скатятся еще ниже, у вас упадет ДПМ и у вас увеличится существенно время перезарядки. Поэтому я лично играю на досылателе и пытаюсь справляться с тем пробоем, с которым приходится играть тогда, когда вы оборудку ставите себе именно на досылатель. Что касается существенного минуса по СТГ, это минус 5. Минус 5 просто ужасно отыгрывается на неровностях, поэтому данную машину стоит использовать так, чтобы избежать необходимости ехать на какие-нибудь холмы и подобные участки карт. Что касается брони по данной машине, я бы не сказал, что это прям совсем картонный картон, потому что здесь обалденно забронирована башня. Вот действительно классно выглядит и когда ты играешь как-нибудь там прячась за чем-нибудь, то здесь одни сплошные рикошеты происходят. Да, пытаются выселить, господи, выселить, выцелить комбашню, но все же это получается редко у соперников. Второй и главный плюс данной машины это ее силуэт. Она очень низкая, она очень призимистая, она плоская по большому счету, поэтому когда вы играете, вас попасть, ну скажем так, сложнее, чем во многих других. Что касается верхнего бронелиста, здесь броник очень мало, 140 с учетом приведенки. Есть еще вот эта часть, где 131, но в прямой проекции здесь вообще 30 миллиметров. Ну и что касается нижнего бронелиста, то здесь только с учетом приведенки 167, а так по большому счету очень мало. Короче говоря, ребят, здесь больше работает либо рандомные рикошеты, либо отыгрывает башня. А так, в принципе, машина пробивается. По бортам, по корме здесь все понятно по броне, особо рассказывать нечего. Что касается сравнения с другими машинами на уровне, то обратите внимание, что ДПМ, лежащий на плинтусе, четко повторяется, ровно как и многие другие характеристики, с другой премиумной машиной, а именно с Т-34-3. На удивление, да, у китайцев такое тоже бывает. 190 ДПМом, 180 пробитием, здесь вообще 175, там еще похуже с этим делом. Ну а если не сравнивать континент с Т-34-3, то вы можете увидеть, что у всех остальных машин, ну практически у всех, ДПМ гораздо выше. Есть пара товарищей, у которых ДПМ ниже, но их буквально там трое на весь уровень. Все остальные ребята обладают более ДПМными орудиями, то же самое касается, обратите внимание, на пробитие, есть по 225 пробои, 226, 218 у Химеры. Короче говоря, тех ребят, у которых пробой хуже, гораздо меньше, чем тех, у кого пробой получше будет. А вот альфа в 400 встречается очень редко. Если вы посмотрите, то у всех практически машин на левеле альфа ниже. Есть несколько ребят, у которых альфа повторяется в 400, и есть только один товарищ на 440, это Химера. Все остальные ребята имеют существенно ниже альфу, но в то же время имеют существенно быстрее время перезарядки и КДшечка гораздо короче. Если убрать двух вот этих вот барабанных товарищей и вот этого товарища с барабаном без дозарядки, то по большому счету, ребят, убираем лорку, тут все равно ничего не поменяется. То есть, в целом, данная машина, она не то чтобы прям там становится лучше от того, что вы уберете каких-то конкурентов, она просто не будет сравниваться с ними. И таким образом получается, что по ДПМу, допустим, остается только один товарищ с таким же ДПМом на 1900 и один брат, у которого ДПМ ниже, это Т-44. Все остальные ребята ДПМ имеют существенно лучшее, ровно как и уровень пробития базового снаряда. Что касается, ребят, сведения. Обратите внимание на то, какое сведение у данного СТГ и у Т-34-3. Такое же все остальные ребята по сведению просто нервно курят в стороне. Таким образом получается, что если так вот прям совсем за уши притянуть, то Т-34-3 это довольно неплохая альтернатива СТГ. И я бы не сказал, что эта машина прям намного хуже. Да, она единственное, чем отличается, это силуэтом корпуса, но во всех остальных отношениях машины очень сильно похожи. И если у вас есть Т-34-3, то навряд ли вам стоит задумываться о приобретении именно СТГшки. Что говорить про доходность? Доходность, да не требует каких-то там особых комментариев, она не достойна этого. Есть машины по 175, по 180, 190 у Супер Першинга. Короче говоря, ребят, по доходности это далеко не самый лучший фармер на уровне. А вот что касается результатов по победам, то в целом показатель неплохой, практически 54%. Но, ребят, есть те, у кого данный процент и повыше будет, причем существенно. Та же самая Химера 58,7. И это, ребят, при том, что 5630 игроков катают на данной машине. Здесь же этих 54% с горем пополам сделали 346 игроков, которые явно любят СТГ и скорее всего умеют на этой машине отыгрывать. Таким образом, говорить о том, что это прям суперрезультативная машина, на которой вы будете постоянно побеждать, ну, наверное, было бы не совсем грамотным. Ну что, ребят, нам ничего другого не остается, кроме как отправиться в бой и посмотреть, что данная машина может в бою. Куда, в принципе, с вами и отправляемся. Убедимся, что мы попадаем с вами в обычный встречный бой. Ну и поехали, попробуем данную машину реализовать. Мне СТГшка заходит, мне нравится. Единственное, что, возможно, я делаю не совсем правильно, это я не еду сразу со всеми вперед. Я отыгрываю на каких-то плюс-минус дистанциях. Знаете, так вот, как в боксерских поединках, с самого начала боя один из боксеров выставляет кулак вперед и таким образом выдерживает дистанцию между собой и противником. Вот именно так порой приходится отыгрывать в начале боев на СТГшке. Вы сначала выставляете соответствующую дистанцию, на которой вам комфортно отыгрывать. Держите эту дистанцию. Ну а когда уже приходит время, тогда со всем задором рветесь в бой и начинаете бить всех, кого не лень. Единственное, что помните, что ваше время перезарядки не настолько имбовое и классное. А значит вы не сможете часто отбрасывать свои удары и апперкоты. Но при этом всем, поверьте, ваши хуки будут заходить довольно неплохо с учетом того, что они весят целых 400 единиц альфы. Ну что, поехали. Подвижность у машины очень классная. Она бодро передвигается по карте, ты не ощущаешь себя прям какой-то улиткой. Едет классно. Что касается маневренности, тоже все очень приятно, очень хорошо. Ты действительно можешь вполне спокойно менять направление. Ты можешь мансить, ты можешь перебрасываться. По точности орудия вообще никаких вопросов нет. Я практически сразу свелся. Но вот единственное, что сейчас у меня идет мое время перезарядки. И это не есть гуд. Вот отработка борта. Господи, хотел сказать борта. Вот отработка брони башни. Броня башни действительно классно отрабатывает. Главное не подставлять свой корпус. Стоит также обратить внимание на то, что данная машина, она обладает задним расположением башни. Что требует от вас определенного рода сноровки. То есть, когда вы будете выезжать из-за каких-то укрытий, помните по поводу того, что вам необходимо делать это, ну как правильно сказать, стоя ромбом и выкатываясь как раз именно кормой, сдавая назад, а не мордой, как вот допустим сейчас, да, я делаю. Такс. Жаль, жаль, что без пробития ждет меня товарищ. Я не хочу с ним связываться. Я лучше поеду помогу Чири разобрать. Ну а потом уже с ним будем разбираться. 340. Очень обидно. Вот сейчас было очень-очень обидно, потому что 340 это очень мало. С учетом того, что средний заявленный в 400, ну тогда получается, давайте мне периодически хотя бы 440, да, там, для ровного счета. Откатываемся назад. И быстренько, тихонечко сваливаем отсюда, потому что там дальше стоять с этим товарищем податься, не очень хорошее занятие. Божественное время сведения, просто не устану повторять, один из лучших танков в этом отношении, не только на этом уровне, вообще в целом в игре, да и, наверное, в принципе, справедливо будет заявить, что данная машина просто имба сведения. Так, не сильно выгодная для меня позиция, это связано с тем, что у меня углы склонения орудия крайне, крайне хреновые. Так, ну а теперь быстренько пытаемся свалить отсюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да, все, поиграл. Сейчас меня вынесет Т-34. Но, как есть, так есть, вырезать ничего не будем, пока бой заканчивается, давайте быстро заценим нашу тушку. Как вы видите, борта пробиваются по... Ну, не видно, блин, здесь из-за этого куста, но точно было пробитие в нижний бронелист, и стоит отметить, что было достойное... Господи, достойное... Достаточная броня в башне, которая позволяла принимать рикошеты. Это довольно-таки неплохо. А вот заднее расположение башни и угол склонения орудия вниз действительно порой доставляет существенный дискомфорт. Поэтому данная машина, ну, навряд ли подойдет прям всем игрокам. Скорее всего, она больше зайдет тем ребятам, у которых руки, в принципе, уже набиты на машинах с малыми углами склонения орудия вниз. И с теми ребятами у вас уже будут проблемы, если вы будете встречать их за рулем СТГ в виде ваших соперников. Ну что, досматриваем бой. Обязательно заедем сейчас в следующую каточку, для того, чтобы посмотреть, насколько машина ровно от боя к бою отыгрывается. И параллельно с этим посмотрим на результаты по данному бою. Итак, друзья, бой закончился победой. Не сильно большие результаты, как для СТГ, бывают и гораздо лучше. 1880 единиц нанесенного урона, один уничтоженный товарищ, а вот что касается результатов по фармам, то довольно-таки неплохо. Но стоит отметить, что у меня были включены бустеры кредитов на целых 41 700, ну, грубо говоря, на 42 косаря. Поэтому, по большому счету, честный фарм данной машины составляет в данном бою, с учетом према, где-то в районе 42-43 тысяч. Ну, это так, приблизительно, потому что там еще были у меня достижения и медали. Короче говоря, где-то вот такие результаты по фармам. Что касается результативности в команде по урону, то обратите внимание, что с легкостью и без какого-то особого труда второе место в команде. По-моему, довольно неплохо. Меня еще и даже похвалили. Мне тоже надо, наверное, кого-то похвалить. Спасибо ребятам большое за хорошую игру. Ну, и стоит, наверное, отметить вот этого вот товарища в команде соперников, который занял первое место. Ну что, отправляемся еще в один бой. Я попытаюсь чуть меньше говорить, чуть больше играть. Хотя, когда играешь на СТГ, ты ощущаешь такие позитивные эмоции, которые просто-таки вырываются из тебя. И именно поэтому мне хочется все больше и больше рассказывать про данную машину. И не только про те негативы, которые в ней есть, типа углов склонения орудия и заднее расположение башни, но и про то огромное количество позитивов, которые она имеет в себе. Ну, а самое главное в этой машине то, что это одна из тех машин, которые будут доставлять вам удовольствие даже от боев, в которых вы будете проигрывать. А ваша результативность по нанесенному урону, она будет достаточная для того, чтобы занимать с первого по третье место в вашей команде. Ну, действительно, согласитесь, если вы сделаете хотя бы 4 выстрела по 400, это уже довольно-таки немаленький результат. Ну, а на СТГ сделать эти результаты не так уж и сложно. Жду, пока отсветятся ребята. Не хочу ехать первым. Карта не совсем для СТГ. Дело в том, что очень много неровностей. Самая нормальная позиция находится вот здесь вот. Она максимально плоская, максимально ровная. Все же остальные позиции и направления, они требуют того, чтобы вы выезжали наверх и пытались выцелить кого-то. А это не очень удобно конкретно на СТГшке. Даже вот здесь вот, играя на песке, ну, будет существенный дискомфорт. Что это только что было? Ну, я же выстрелил в него. Реально, в него выстрелил. Он был в моем прицеле. И как так получилось, что ничего не получилось? Ладно. Скорее всего, я выстрелил выше. Из-за углов склонения, возможно, снаряд прошел выше самого танчика. В целом, неудивительно. Так, ну, здесь придется немножко попадаться. Пускай даже немножко получем тычек. Но давайте рассосемся как-нибудь, ребят, в разные стороны. Да, окей, я с тобой поеду, брат. Правда, сейчас нашего тортика разберут. Пока мы с тобой перекатимся. Но, возможно, от этого будет и какой-то позитивный результат. Стоит помнить о том, что там ПТшечка, скорее всего, наверху стоит. Вот она, родимая. Отъезжаем назад. Даем тычку. Ну, блин, ну не доходит все равно до 400 средняка. Вот как ни крути, как ни играй, получается такая фигня, что заявленные 400 на данном орудии вылетают редко. В основном вылетает меньше. Ой, как хорошо. М460 я танканул. Это классно, это приятно. Божественно. Просто супер. Блин, как мне нравится время сведения у данного орудия. Ты реально к нему должен привыкнуть. Только привыкнуть не к негативу, а именно к позитиву. Есть такие танки, у которых время сведения такое, к которым необходимо руку приложить, привыкать долго, как-то рассчитывать свой тайм. Но на этой машине как раз все наоборот. Ты постоянно удивляешься. Блин, да я уже свелся. Все, оказывается, можно уже стрелять. И вот очень часто радуешься как ребенок этому факту. Так. Что мы можем сейчас сделать? Мы можем сейчас попытаться выцелить кого-то здесь. Очень хорошо с поджогом. И, в принципе, это довольно неплохой вклад и шанс. Ну, а вот сейчас будет очень туго. У меня не очень подходящая позиция. Не хочу встречаться я с этими ребятами. Я лучше подъеду к Тигрику. И попытаюсь вместе с Тигром повоевать. Может, вдвоем что-то и получится. Но то, что я в одиночку ничего не сделаю, это однозначно. ХПшки не так уж и много. Давай, брат. Иди, отрабатывай звание тяжелого танка. Т-28 Defender. Отправляется в ангар. Минус раз. Осталось всего ничего трое. Да, не очень весело против меня есть товарищ Йох, который меня не радует своим присутствием в данном бою. Сейчас была реально подкрутка от игры, потому что, если раньше у меня не хватало... Да ладно, давай, 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 давай! Есть! Так... Друзья, простите, я немножко помолчу. Блин! Да, добрал он меня тараном. Не знаю, что у него там произошло, но факт в том, что я сам дурак, подлез под него. Очень обидная ситуация. В целом, была возможность затащить. Так, ладно, ГСНчик, успокойся. Ребят, простите, иногда адреналин захлестывает. Что касается результатов по данному бою, к сожалению, да, не очень хорошо получилось. 3400 единиц урона, 4 уничтоженных соперника. Что касается результатов по фарму, то здесь, опять-таки, с учетом установленных бустеров, забыл их отключить, достижения всякие. Достойное сопротивление. За это все я вывожу из боя... Сколько там получается? 143500. А бедняк, конечно, огромный. Реально, сейчас можно было победить. Затащить бой и забрать гораздо больше всего. Ну да ладно, как есть, так и есть. Вырезать ничего не будем. В команде, понятное дело, первое место. Что хочется сказать от себя по поводу СТГ и по поводу возможности ее забрать в данном событии. Понятное дело, что для того, чтобы ее забрать, вам необходимо будет вкинуть существенную сумму реальных денег. При этом все, вы получите возможность забрать машину премиумную, одну из трех, и у вас еще и голда останется, которую вы купите. Насколько это выгодно здесь решать вам? Мое дело лишь сказать, что в выборе из трех машин, которые можно там забрать, я бы свой выбор остановил однозначно на СТГ. Но это мое скромное и субъективное мнение. Пишите свои комментарии. Я не знаю, стоит ли данная машина того, чтобы донатить на нее, но точно достойна того, чтобы купить ее за голду, если она будет появляться в магазине на продаже в будущем. Вот такое вот честное мнение и честный обзор на СТГ получились. Пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Ну, а я пойду поплачу из-за этого проигрыша. Крайне сильно я им раздосадован. И вопрос не в моей статье, а вопрос просто в том, что бой практически получился. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok